Главные приоритеты это северный завоз и профилактика. Сегодня Государственный комитет по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Якутии подвел итоги ушедшего года. В 2015-м работу Госкомитета и подотчетных ведомств оценили на удовлетворительно. Что же конкретно сделано, узнал Афанась Николаев. Навигация 2015 года прошла не в простых условиях. Тем не менее по реке в республику доставили 2 миллиона 400 тысяч тонн грузов. Из них 1 миллион 300 тысяч тонн жизнеобеспечивающие. Более 300 тысяч тонн грузов доставили для реализации проекта Сила Сибири. Отметим, что из-за маловодности суда загружали только на 40%. О том, что 2015 год по завозу грузов проходил довольно напряженно. Может быть внешне это не было заметно, потому что все острые углы и стороны у нас снимались на оперативных штабах. Было очень много разногласий со стороны хозяйствующих субъектов, перевозчиков, вопросы оплаты. Но с учетом четкой координации работы всех штабов и оперативных рабочих групп, выездов на места, завоз мы полностью выполнили. Серьезно укреплена материально-техническая база службы спасения Якутии и Государственной противопожарной службы региона. Спасатели в прошлом году получили новый административно-гаражный комплекс. Также создан Вилюйский межрайонный поисково-спасательный отряд. Кроме того, построено 4 новых объекта противопожарной службы Якутии. Важным событием стало крупномасштабное обновление парка пожарных автомобилей. Очень большое количество автопожарной техники, 116 единиц на базе Уралов республика закупила. Но, конечно, не только республика, но и субъекты Российской Федерации были в недоумении, как правительство республики пошло на такой шаг. Это случай довольно беспрецедентный и очень необходимый вообще для всех регионов. Для нужд арктических улуса в прошлом году флот доставил 365 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. По автозимникам запланирована доставка более 600 тысяч тонн грузов. Из них четверть уже в местах назначения. Отметим, что из-за отсутствия автозаправочных станций в труднодоступных районах в прошлом году инициирован проект по обеспечению населения тарированными светлыми нефтепродуктами. Планом доставки на 2016 год охвачены более 160 отдаленных населенных пунктов. Общий объем почти 3000 тонн горючего. Муниципальные образования должны определить оператора, контрагента, который будет заключать договор с сахар-нефтегазбытом. И сахар-нефтегазбыт, то есть услугу делает сахар-нефтегазбытом. И в пределах торговой надбавки сахар-нефтегазбыт заключает договор и реализует это тарированное топливо. В этом году Госкомобеспечение планирует укрепить материально-техническую базу аварийно-спасательной и противопожарных служб. Организовать государственный надзор по защите населения от ЧАЭС и обеспечить социально значимыми грузами жителей труднодоступных районов Якутии. Аванасий Николаев, Семенов Анасиев, НВК САХА, Якутск. Семенов Анасиев, НВК САХА, Якутск.